Девушки отдыхают И старт сегодняшний тур возьмет из DIMC Это международный интернациональный морской клуб Гонка будет проходить мимо верблюжьих треков, также велосипедного трека И чуть позднее мы огласим составы, которые будут участвовать и биться Как процитируем, мы с вами процитируем организаторов и их промо-ролик к эфиру Все готовы к битве, готов телеканал Евроспорт Также хочется, чтобы были готовы телезрители посмотреть, как пройдет этот велотур Примечательно, что на туре Абу-Даби и на туре Дубая Последние эфиры, к последним эфирам, к последним мероприятиям Пиар-группы разрабатывают промо-ролики Накладывают на них треки из дабстеп-жанра Что привлекает, дополнительно привлекает молодежь И отдельные категории граждан, которые слушают клубную музыку Также мы проедем островные городки И финиширует этап в Пау-Джанере Всего гонка продлится до 4 февраля Берет свое начало сегодня и завершится уже в субботу И мы с вами смотрим, как Элия Вивиани выходит на презентацию Первым из команды Sky Для того, чтобы расписаться Для того, чтобы представить в числе первых свою команду Вслед за ними выходит трек Сигафредо Все в обновленной форме Смотрим и оцениваем с вами их дизайн Работаю их команду Dimension Data Также представлено своим коллективом Кстати, о презентациях В разных командах и странах Различные методы используют и дизайн, и имидж Представляют на презентации гонщики Кто-то выходит в очках Большинство выходит в застегнутых шлемах Ну а кто-то старается всегда показать свое лицо Ориентируясь на то, что гонщик очень похож на своих соперников в однотипной одежде Если на тебе очки Если на тебе застегнутый шлем То, в принципе, все велосипедисты Выходящие на презентацию Выходят как братья-братья-рыбокопы Ну и нам показывают начало гонки Как в отрыв отскочило сразу же 6 человек Из разных составов Центральные пустыни, окружающие пилотон Создают дополнительную трудность гонщикам Температура плюсовая Среди претендентов на сегодняшнюю победу На победу на этапе Будут также отстававшие от пилотона В начале гонки Вивиани и Марк Эвендиш Так принято всегда Лидеры могут себе позволить В начале этапа На этапах под 200 километров Останавливаться в туалет Причем останавливаются лидеры Чаще всего даже без Грегори Вместе с лидерами других команд И тем самым показывают нам Что надеются на благородство На благородство, существующее в пилотоне Никола Боэм, Томас Стюарт и Матео Бонд У нас присутствуют в отрыве И они разыграли Первый промежуточный Равнинный финиш Благородство И неписанный этикет Неписанные правила этикета Существующие в пилотоне Кто-то нарушает Но число нарушителей Очень мало Чаще всего Нам можно вспомнить с вами Пример Яна Ульриха Который Увидев пожар На одном из Тур-де-Францев Стал на ноги И провел Продолжительный отрезок Дистанции Для того, чтобы успеть Успеть провести Группу до задымления Для того, чтобы не было опасности 62,5 километра у нас остается И минуту 17 везет отрыв Проезжаем мы Также сегодня с вами Дубай-спорт-сити Дубай-спорт-сити 2020 году он построен Это спортивный объект И наверняка Будет принимать Гостей Олимпийского уровня Уровня чемпионатов мира Ну никак не меньше Сравнить его можно Пожалуй С российским Сочи парком Наполненным Аналогичными объектами И посередине Стадиона Мы виждем Приветствия Всем гостям Зрителям А также операторам Кто снимает Нам эту Рекламную картинку Представитель BMC Все в непривычных Цветах Потому как Несколько эфиров Было до Тура Дубая И мы напоминаем Что Тур Дубая Это велогонка Это Многодневка Относящаяся К азиатскому туру Отрыв не увеличивается За 60 километров Группа не хочет Его догонять Нам известно с вами Что Это не столь Короткая дистанция Все В разы Может поменяться Из-за того Что сегодня Много прямых Равнинных Кусков Наверняка Гонка Состоит Из Боковников Конечно В городах Такого не будет Поскольку Здания Закрывают Здания И Рельеф Не может Рельеф Городских Светофоров Городских Заборов Телеканал Евроспорт Один Возвращается На тур Дубая Где осталось Менее 60 Километров И Мы Перед рекламой Перед не объявленной Рекламой Коснулись темы Боковых Ветров Которые Не настигают Гонщиков В городах Боковой ветер Тяжел тем Что Пилотон Вытягивается В струну Всем Становится Некомфортно Сидеть на колесе Друг у друга Ну а скорость Практически Сейчас Не поднялась С тем Что мы видели До рекламы Поскольку Отрыв колеблется У нас В 6-7 секунд Минута 10 Минута 17 Было до рекламной Паузы И это означает Что Пилотон Ведет себя В относительно Пассивном режиме Грегори Из разных Командов Составов Выставлены Вперед Для того Чтобы Работать Для того Чтобы Догонять Далеко Не отпускать Ну и Мы знаем Что Вивиани Находится У нас С Кевиндишем Внутри Пилотона А значит Если Фавориты Не уехали Значит Догонять Особо Некого И Скорее всего Развязку Увидим Пилотон Выстроит Какие-нибудь Рабочие Составы Один из которых Наверняка Будет состав Команды Sky Для того Чтобы Ликвидировать Этот отрыв Чтобы Не отдавать Лидерские позиции И майки На На первом Этапе гонки Пирсон Ольер Бонд Боэм И Стюарт Составляют У нас Пятерку Гончиков В отрыве Хотя Мы видели Что в начале В начале Трансляции Гончиков В отрыв Уезжало Сразу Шестеро Кто-то Вывалил Таким Жаргоном Пользуется И профессиональный Пилотон Русскоязычный Пилотон Команды Питаются 60 Километров Та самая Дистанция Когда нужно Подкрепиться 60 Километров До Финиша Потому что На последних 30 Скорость Всегда Взвинченная Интенсивная Работа Не позволяет Усваивать Желудку Не позволяет Адреналин Глушит Желудочный сок Все что ты Проглатываешь Практически Не усваивается И поэтому Диетологи Спортивные Диетологи Тренеры Всегда Советуют Гонщикам Наполнять Себя По ходу Дистанции Это очень Важно На всех Абсолютно Многодневках Поскольку Организм Не успевает До конца Восстанавливаться Мы сейчас Не говорим О супергенеральщиках Которые Фактически Рождены Для таких Многодневных Испытаний Мы говорим Об обычных Людях И о Грегоре Который Имея усталость Выходит Ежедневно На старт Для того Чтобы помогать Догонять Вести Контратаковать И При этом Доезжать До финиша Каждый этап Многодневной гонки Тем и Отлично Многодневная гонка От классических Испытаний Что В однодневках Нужно Сконцентрировать Всю свою энергию Всю свою Физическую Подготовку Образовать Ее в единую Форму И выплеснуть В единый Результат Единомоментно За несколько Часов В то же Время На Многодневках Мы видим С вами Что Велогонщики Едут Чуть выше Чем Ездят Юниоры На Территории СНГ Мы видим С вами То что Первая Семерка Дышит Носом А это Означает Что Пульсовые Наверняка Не выше 140-150 Ударов И Комфортно Каждый гонщик Отрабатывая Уходит Уходит И Сдаёт Смену Что Характерно На Туре Дубая Тур Дубая Наполнен Ротондами Или Кольцами Движение По кольцу Всегда Представляет Себе Техническую Трудность Поскольку Если вдруг Организаторы Ошиблись С поворотом На высокой скорости Очень трудно Изменить свою Траекторию Кроме того Справа и слева Тебя облепляют Соперники И твои Партнеры По команде Которых Ни в коем случае Нельзя Завалить И необходимо Помнить Что На велосипеде Что на трековом Что на шоссейном Первое правило Для передвижения Это Сохранение Прямолинейности Ну а В отрыве Относительно Слаженная работа Никто не играет В кошки-мышки Все соблюдают Культуру Поведения Никаких Конфликтов И Комиссар Показывает Время В одну минуту И шесть секунд Работа Комиссара Мы с вами знаем По прошлому сезону Является И самой опасной И Опасной больше Не для комиссаров А для велогонщиков Поскольку Часто бывает Что Последние годы Мы часто видим Может быть и раньше Это было Но Сейчас это выливается На экраны телевизоров Мы с вами видим Как гонщики Травмируются Падают Из-за Неправильной Неправильно выбранной Траектории Мотокомиссарами Мотокомиссарами Ну а нам показывают Агробогатство Аграрии На землях Дубая Которые мы Не так давно В комментариях Хатара Мамучашвили На туре Абудаби Наблюдали Оба тура Проходят Практически По одним и тем же Землям И трассам Нас возвращают В отрыв Мы видим Что здесь Пульс У гонщиков Много выше Поскольку Они дышат Прикрывают Свой рот Сжимают Губы На телекамеру Не скрою Так делает Практически Каждый Велогончик Находящийся В отрыве Это рекламная Картинка Которую ты сможешь Потом продавать Которую ты сможешь Выгрузить В соцсети Один из главных Инструментов Пиара Каждого Медийного Человека И Современного Спортсмена И Покажешь Что ты На Предположим На туре Дубая Ты ехал в отрыве С такими грандами Как Элли Вивиани И Марк Эвендиш И при этом Дышал носом Хотя По прошлому сезону Мы с вами видели На Туре Квебека И Монреаля Как Саган Катался Как Петер Саган Чемпион мира Катался Задыхаясь Катался В конце Пелотона И после этого Выходил Выходил И просто В одну калитку Выигрывал гонку Нарисовав Своим Презлетователем Два Три Корпуса Велосипеда Подключается К Скай К догоняющим Это означает Что Поступила команда От спортивного Директора Из машины Выполнить Какую Либо задачу Либо подсократить Отрыв Либо догнать И запустить Свой народ Представителям Облачной команды Что характерно На первом этапе Многодневных гонок Мы можем наблюдать Слегка отечные ноги Это означает Что Да Отвлечемся на Инфографику Два километра Нам остается До Джумера Гольф Эстейтс До следующего Промежуточного Спринта И Начинаются Игры Начинается Тактическая Борьба В отрыве Только Три человека Хотят Работать Слажено Гонщики Выбрали Теневую сторону Для того Чтобы Спрятаться От солнца Ну а мы Вернемся С вами К тому Как Наглядно Выглядят Мышцы И ноги Рабочий Инструмент Главный Инструмент В циклическом В виде Спорта Как Велоспорт Ноги Находятся В неком Таком Отечном Состоянии Это Состояние Нормально Абсолютно Для человека Но Велогонщиков Оно Характеризует Как Людей Наполненных Водой Которая От этапа К этапу Будет Сходить Мышцы Станут И связки Рельефнее Ноги Будут Выкатанными К концу Этой Многодневной Гонки И Мы Напоминаем Что Телеканал Евроспорт Один Покажет Эту гонку Вплоть до Четвертого Февраля До Субботы Один километр Остается У нас До Интермедия Интермедия Называют Промежуточные Спринты Ну и Скорость Все ниже Все ниже И ниже Как бы Гонщики Не встали В сюрпляс Для того Чтобы удержать Равновесие Удержать баланс Никто Работать Не хочет Видно Что Скорость Спала Уже Ниже 35 30 Км Час Начинаются Элементы Кроссинга За которые Могут Оштрафовать И Срывается У нас Срывается У нас Гонщик Из Лидла Проезжают Они Маленький Спецучасток Маленький Спецучасток Из Плитки Который Не стал Не стал Каким-то Затруднением Ну и Сейчас Очень В Очень Жестокой Разборке По отношению Гонщику Который Атаковал Первым Он Проиграет А Спринт Между Собой Разыграют Трое Сидевших У него На колесе Представитель BMC Ланделия Ну и Зачастую Гонщики Которые Не имеют Спринта Не имеют Возможности Разогнать Велосипед За несколько Десятков Метров До спринта Делают Такие Попытки Вабанг Попытки Для того Чтобы Попробовать Взять Несколько Очков Что Как мы Увидели Чревато Не доездом До промежуточного Финиша И Отставанием 50 50 километров Остается До Финальной Черты Сегодняшнего Этапа До Пам Джумеры И Отрыв Значительно Сократили Из-за Этих Игр Отрыв Потерял Практически 20 секунд Если вспомнить Что В начале Трансляции Они везли Пилотону Одну минуту И 17 Секунд Видим Мы Как местное Население Сейчас Приветствует Гонщиков Хочется Всегда Видеть Такое Приветствие От Зрителей Которые Которые Приветствуют После Рекламной Паузы Мы Возвращаемся На гонку Видим Как Пилотон В предпоследний И последний Раз Питается Перед Финальными Догонялками Догонялками Отрыва Который Просел Еще На 14 Секунд За Время Нашей Рекламной Паузы И это Означает Что Поздно Поздно Играть В кошки Мышки Или наоборот Слишком Рано Потому что Такие Игры Должны Быть Когда Вы Уверены Что Успеете Проскочить Через Линию Финиша На фоне Приближающего Пелотона Кстати Фотографии Всегда Получаются Очень Красивыми И у нас Очередная Смена Говорящая О том Что Отрыв Не хочет Работать Слаженно Скорость Держать Около 50 И выше Км В час Все Оттого Что Все Жаждет Победы А у нас На интервью Марсель Киттель И он Говорит Там То Что Очень Хотелось Ему Поучаствовать После Нового Года В туре Дубая Он Специально К этому Готовился И Его Команда Окажет Ему В моменте До которого Он дожил В дне До которого Он дожил Окажет Основную Поддержку Он рассчитывает На победу Ну а нам Повторяют Присутствующих В отрыве Пирсон Дилер Бонд Боэм И Стюарт Марсель Киттель Один Из Прецедентов На победу Спринтер Показывающий На линии Финиша Под 2000 Ватт Такой Мощностью Обладают Специализирование На спринте Гонщики Среди Которых У нас Марк Эвендиш Тур Хушафт Том Бонан Марк Эвендиш Ну и Кто-то Из Перечисленных Сегодня Присутствует У нас На гонке Ну а Мы можем С вами Вспомнить Победы Марка Кэвендиша Многочисленные Победы На грантурах На грантурах И сказать То что Уж кто-кто Но этого гонщика Мы наверняка Увидим До субботы До времени Трансляции Завершающей Трансляции Телеканала Евроспорт В золотой Тройке В тройке Призеров Каждого этапа Напоминаем Что Протяженность Сегодняшнего Этапа 181 Километр Кто видел Официальный Промо-ролик Тура Дубая Сможет Открыть Также и карту Посмотреть Инфографику Нарисованную Организаторами Мы уже Разговаривали В начале Эфира О том Что Каждая гонка Сейчас Старается Отрисовывать Свои мероприятия В видео Формате Включать туда Популярные Жанры музыки В частности К Туру Дубая Был Подключен Тур Дубая Ну а у нас Ожидается Интервью Или Вивиане Послушаем Что он нам Расскажет О сегодняшнем Начале О начале Гонки Гонщик Итальянский Спринтер Не раз Побеждавший На Джироде Италия Основная Надежда Италии На спринт Хотя Ни в коем случае Нельзя забывать Оскара Гатта Экс-чемпиона Италии Экс-гонщика Винни Фонтини Вместе Мы на тренировках Отрабатывали Игора Йолу И Также Сосу Крамгата Катались Монте-катине Альта Где В 12-м Году В 13-м Году Был чемпионат Мира В Монте-катине Терме И С обоими Гонщиками Мне удалось Покататься Менее 45 Км Остается До финиша И всего Половину Минуты Половина Минуты Имеет Отрыв Преимущество Перед Пелотоном Ну и У нас Складывается Картинка Все мы с вами Понимаем Какие скорости Будут На Финальном Финальной Пятерке Если Отрыв Не соберется И Не поедет Быстрее Возможно Их нагонят Сейчас Ну а если Пятерка Беглецов Соберется И скажет То что мы Хотим взять Этот этап Скажет Это Естественно Про себя Потому что Все представители Говорят На разных Языках То Тогда Наверняка Мы увидим Скорости За 60 Может быть Вертушку Или Команду Пилотон Вытянувшийся В струну Порванную Струну Порванные Струны А также Вертушки Разбившиеся По командам Из Людей Преследующих Одну цель Попасть в лимит А также Попасть На линию Финиша Финишный Городок Финиш У Скай Один Представитель Только Один Представитель Догоняет Группу Ну а Мы С вами После После Рекламной Паузы Огласим Команды И Имена Участников Не Переключайтесь Телеканал Евроспорт Один Возвращается На трансляцию Тура Абудаби И У нас Отрыв Состоит Также Из Пяти Гонщиков А Пелотон Плавно Выстраивается К правой Обочине Что Характеризует Ветер Слева Боковняк Слева Так его Называют И гонщики И тренеры Это означает Что Ветер Имеет Силу Выше Пяти Метров Секунду Ну а Представитель Скай Не стесняется И либо Пережевывает Баретку Либо Быть может На что Надеюсь На предположение Своё Что оно Будет ошибкой Жуёт Жвачку Очень опасно Что-то Жевать Во время Езды Поскольку Можно Случайно Упасть И Всегда Можно Проглотить Всё Что ты Жуёшь И Это Иногда Это Заканчивалось Летальным Исходом К сожалению За свою Карьеру Знаю Целых Два Таких Случая Которыми Ни в коем Случай Не хочется Отпугивать Телезрителей А лишь Предупредить О том Что Жевать За рулём За рулём Даже Велосипеда Очень опасно Ну а у нас Наверняка В последний В последний раз Отстают Гонщики Для того Чтобы Сходить В туалет Туалет У Велогонщиков Как часто Я слышу Заблуждение Людей Не привлечённых Велосипедному Спорту Кто думает Что Бутылка В держаке В держателе Так называем Мы его Тоже Среди Пелотона Существует Только для того Чтобы Ходить в неё В туалет Ни в коем Случае Нет Не заблуждайтесь Так Велобачок Нужен Для того Чтобы Наливать Туда Только Изотонический Раствор И пополнять Энергию И электролиты И Обещанное интервью С Эля Вивиани Из команды Sky И Вивиани В первую очередь Говорит о погоде О том Что можно Сказать всем Что он Хочет показать Финиш года Лучший финиш Начало 2017 И финишировать И финишировать Финишировать После Качественной работы Его команды То что Этому Располагает Погода Погода Тёплая Но Важно Очень Выбрать Хорошую позицию Для того Чтобы показать Хороший спринт Сказал Гонщик Из Италии На Относительно Чистом Английском Языке Ну а Мы переходим К обещанному Оглашению Гонщиков Гонщиков Которые Принимают Участие В туре Абудаби 2017 Года Состоящего Из Четырёх Этапов Нужно Напомнить Что в 2015 Году Победу На многодневке Одержал Эстебан Чавес Известный Нам по Гран-турам Джон Эстебан Чавес А в 2016 Году Выиграл Многодневку Тенал Кангерт Никола Боем Отскакивает От пилотона В попытке Нагнать Беглецов Множество Множество Развязок Ротонт Проходит Сегодня В городе И через Городские Рельефы Пилотон Ну а Среди Представителей Различных Команд У нас Группа Из Пяти Человек Которых В настоящий Момент Стало Четверо И на самом деле Это была Моя ошибка Насчет Боем Он же у нас Выпал Из этого Отрыва Опустился В пилотон Поняв Что Высоких Шансов На победу Сегодня Нет И оставил В составе Командных Гонок Олимпийских Командных Гонок Какие Проводились Ранее Не сейчас Я говорю Сейчас О формате Олимпиады 1980 Года В которой Представители Советского Союза Выиграли Золото Они ехали Вчетвером Когда сейчас Чемпионаты Мира Вы видели В каком Количестве Проводится Где Команды Могут Работать Сразу И вертушки И в режиме Команды Мы видим С вами Что Множество Развязок Построено Среди Дубайских Пустынь Что Очень Сильный Контраст Придает Местности Пустыни И мегаполис Окружаемые Ими Создают Достополнительный Интерес Прибывшим В качестве Гостей Велогонщикам Ну а у нас С вами Будет Обязательно Сюрплюс В эфире Мы видим Как Арабские Шейхи Сидящие В техничке Приветствуют Операторов Гонки Это И наверха Наверняка Это у нас Комиссары Гонки Относящиеся К судейской Машине Следящей За отрывом Четыре человека В отрыве Боковняк Справа Вот предложение Характеризующее Работу В отрыве И когда Остается Всего 35 Километров Это означает Что Очень напряженным Для отрыва Будет Последняя Тридцатка Уже Через 10 Километров Останется Останется Велогонщиком Проехать Разделочный Четвертак И нам Показывают Среди Догоняющих Жулиана Аллафилиппа Гонщика Знаменитого Своим Выступлением Блистательным Выступлением На туре Калифорнии Прекрасного Горняка 92-го Года рождения Он Едет И Особо Не напрягается Готовится Финальные Разборки Наверное Не свойственно Аллафилиппу Столько Ездить По Отрывам Но Тем не менее В пилотоне Его знают Его Пустили В струну Ближе К лидерам Март Кевиндиш Эля Вивиани И Марсель Киттель Пристально наблюдают Друг за другом Поскольку Это основные претенденты На сегодняшний финиш Мы видим Что Зрителей Пусть и не так много Но они есть практически На каждом Повороте На каждом Гоночном Отрезке Люди Останавливаются Велосипедный Спорт Столь Зрелищен Становится При Добавлении В него Множество Современной Техники Это и Экшн Видеокамеры И Вертолетная Съемка И съемка Из Машин Комиссаров И судей А также Съемка Мото Мото Операторов Все они Придают Дополнительной Зрелищности Тому Что мы С вами Видим Разный Ракурс Абсолютно Разная Высота Показывает Нам Что Велосипедисты Это все-таки Не машины Это не роботы Это Живая Материя Такая же Ранимая Как мы С вами Терпящая От самого Старта До Линии Финиша Преодолевающая Все трудности Собственную Лень Собственные Боли Что На самом деле Чаще всего Происходит Ты борешься Не с соперниками А борешься С самим Собой Со своим Я Со своей Слабостью Или наоборот Со своим Желанием Победить Задолго До Линии Финиша Ну и На фоне Появляется Пелотон Хотя Нам Показывают Что Пелотону Аж 46 секунд Но Визуально Визуально Может быть Это Максимум Секунд 30 Пелотон Не рассыпался Только 10 12 Человек Создают Струну Чуть Сзади Пелотон Также Компактен Компактен В плане Передвижения Даже Не в шахматах А В расположении На целую полосу Ну и Видим Мы с вами Представителей Новый Нордис Команды Из Соединенных Штатов Команды В которые Гоняются Люди Со страшным Диагнозом Диабет 49 секунд Остается У отрыва И 33 километра Квикстеп Спонсируемый Супермаркетом Самым популярным Супермаркетом На Территории Европы Указывает нам На лидера Команды На Марселя Киттеля Интервью С которым Мы с вами Прослушали В начале Трансляции Основного Претендента На Равнинный Спорт На разборку За 300 250 И Менее Метров Перед Финишем Он находится В спокойном Абсолютном Состоянии В то время Как Склонившиеся К рулю К выносу Велогонщики Преследуют Цель Удержать Ничтожные 46 секунд Ну и если В начале Трансляции За 62-64 Км до Финиша Мы говорили о том Что Что-то еще Можно изобразить Как-то Нарастить Скорость То Не будем С вами Предсказателями Но скажем Так Что нам Известны Случаи Когда За 30 Км Не только 46 секунд Догоняли Но и Рисовали Несколько Раз По Минуте По Две Новые Отрывы То есть После того Как догонял Пелотон Отрыв Инициализировались Новые Атаки Ну и Необычно Большие Ролики Стоят Сейчас У Представителя Команды Местной Команды Абу-Даби Джумера Исландс Показывает нам Снова Картинку Островов Вот Такие Рельефы Предстоит Проехать Гонщиком Погода Не предвещает Ни дождей Ни ливней В ближайшие Дни Все должно Пройти Все разборки Все баталии Должны Пройти В солнечную Погоду Ну и Никаких Сильных Ветров Из-за Того Что Я сказал Ранее Не Предвещается Поэтому Наверняка Мы с вами Увидим Относительно Ровную Борьбу Борьбу Гонщиков На Скорее всего На финише Ну и Никто не исключал Отрывов Ну и Наш коллега Французский Продюсер Сейчас говорит О том Что Как бы Было Интересно Если бы В отрыве Сейчас Присутствовали Гонщики Из разных Стран Говорящие На русском Немецком Французском И Английском Языках И Как бы Они Смогли Договориться Представитель Местной команды Абудаби Присутствует В отрыве Едет Сейчас На второй Позиции Мой ответ Своему коллеге Что Гонщики Говорили Наверняка Либо На французском Либо На английском Либо На итальянском Языках Принятых В велоспорте Интернациональными Общепринятыми Международными А у нас Очередная реклама Пожалуйста Не переключайтесь Еще раз Здравствуйте Возвращаемся Мы с вами На тур Абудаби За 29 Км до финиша И с вами Комментатор Евгений Лившиц В паре С профессиональным Звукорежиссером Михаилом Риполовым Сделают вам Сейчас Обещанный Сюрприз В эфире Но Чуть позже 50 секунд Везет у нас Четверка Четверка Отрыва Ну а и Мы вам Необходимо Напомнить Победителей Предыдущих Туров Предыдущих Трех Туров Что сделаем Чуть позднее Практически Разделочная Дистанция Остается Остается Гонщиком Сейчас До До финальной Разборки До финальной Разборки Где Схлестнутся Если не рулями То ваттами Претенденты На финиш Эля Вивиани Марсель Киттель И Марк Кевендиш В четырнадцатом году В четырнадцатом году В Дубай-туре Победил Террел Руфини В пятнадцатом Его выиграл Марк Кевендиш Ну а Марсель Киттель Не зря Находится у нас В списке Претендентов На сегодняшнюю победу Поскольку Выиграл Дубай-тур В шестнадцатом году Гонка Относится К азиатскому Туру Носикласс 2 HC Да И у нас Обещанный Сюрприз В эфире К нам Присоединяется Эксперт Велосипедного Спорта Именитый На территории СНГ Салим Макеев Салим Привет Привет Евгений Здравствуйте Уважаемые Зрители Евроспорта Как ваши дела И смотрите Вы сейчас Евроспорт Да Дела отлично Конечно Я смотрю Эту гонку Потому что Это первая Так как Настоящему Интересная Спринтерская Заруба В этом году Гонки уже были Спринтерские В том числе Но Это такая Первая гонка С очень серьезным Составом И конечно Я смотрю Салим Скажите Пожалуйста Ваше мнение Кто Сегодня Из тройки Названный Мною Повторенный Мною Множество раз На протяжении Эфира Может выдать Наивысший Результат Наивысшую мощность На финише Киттель Кевендиш Или Вивиане Ну я бы наверное Поставил сегодня На Киттеля Потому что В принципе Такой Достаточно Короткий этап И По сравнению С Кевендишем Насколько я понимаю Он сейчас находится В более Лучшей форме Потому что Кевендиш Говорил Буквально Перед стартом Недавно Что У него Прошлый сезон Закончился Ноябре И сезон Был очень Длинный Затяжной И В этом году Он старался Не форсировать форму И Судя по всему Киттель Должен Сегодня Быть основным фаворитом Салим А вы Пристально Следите За интервью В своем интервью В свою же очередь Вивиане Сейчас В первую очередь Обратил внимание На Гонки Как важна погода По вашему мнению Как важна погода Спринтером Ну Погода Конечно Играет большое значение Но Все таки Они Все тот же Вивиане Он уже Гонялся В этом году В очень Таких жарких Погодных условиях Потому что Он приехал сюда Из Аргентины Приехал На тур Дубая Где было очень жарко И Там он уже Успел Помериться силами В том числе Со спринтерами Команды Квикстеп Все для него Закончилось неплохо Но Все для него Закончилось Не так Хорошо Потому что Он проигрывал Постоянно И Гавири И Бонену То есть В принципе Я думаю Что К жаркой погоде Он должен быть Уже Готов Но Могут быть Проблемы Саклиматизации Потому что Он буквально Несколько дней назад Еще был в Аргентине И теперь Находится Грубо говоря В совсем другой части света Говоря О климатизации Климатизации Привыкания организма К Новым погодным условиям Могу сказать Что Наблюдал Лично Как Вивиане Выступал И в отрывах И занимал призовые места На весенних классиках На Доноратика На Адриатика И Люди останавливались Из-за того Что у них Замерзали руки Останавливались Из пилотона Просили достать Из командных автобусов Дополнительные перчатки В Виане Это не было преградой И на холодных классиках Именно в Италии Он выступал Блистательно Повлияет ли Это привычка Привыкание Его организма К холодным Температурным Условиям На результат В относительно Жаркой Пустыне Пустыня Именно гонщик Грегори Чтобы они Несмотря на то Что это не их рельеф Видели Что у команды Скай Например Очень много В Галайпералтон Работал Иэн Бозвел Американ Именно горный гонщик Но они его используют Как Грегори Тут Теоретически Некоторые Такие Как Например Алла Филипп Могут показать себя На четвертом этапе Все-таки Там Очень короткий Все-таки Финиш в гору Достаточно крутой И возможно Алла Филипп В этот день Будет Либо очень полезен Кителю Либо сам Постарается На этом этапе Бороться за победу Ну и Завал у нас происходит Отвлекаемся мы На чуть-чуть От разговора С нашего В прямом эфире Завал в конце Пилотона Как это всегда бывает Произошел Из-за Сужения дороги Из-за того Что в Пилотоне В таком плотном Пилотоне Не было возможности Заметить Знаки Салим Кого из знакомых Гонщиков Вы сейчас видите Без инфографики Кто у нас упал Ну по-моему Там никто Из вот По крайней мере Из звезд Из претендентов Да Из звезд Никого не видно Представители Дубайских команд Легли Поскольку Двигались В конце Пилотона Что всегда опасно И надеемся Без каких-то Суровых травм Обойдется Это падение Возвращаемся К разговору С экспертом Велосипедного Спорта Из России Салим Макеев У нас на связи Разговариваем мы С ним О тенденции Циклических видов Спорта О том что Спортсменов Часто призывают К участию В соревнованиях Есть такое мнение Салим Неоднократно Его слышал От тренеров Сборной России Что Лучшая тренировка Это гонка Даже когда Ты не готов Как К этому Относиться И правильно ли это Ну Я думаю Что у каждого Слова Индивидуальные Какие-то особенности Организма Но я думаю Что это распространенная Практика Конечно Велоспорте Когда Гонщики приезжают На первые гонки Которые порой По рельефу Может быть Им даже совсем не подходят Но набрать Вот эти Километры Соревновательной практики Бывает очень важно И это Поможет Пока Поможет показать Высокий результат На следующих гонках Которые будут Больше подходить По рельефу И Ну Сейчас это уже Распространенная практика Салим Телезрители нам Подсказывают В частности Антон Олегович Пишет Что Много представителей Акваблу Упало И Станет ли это Вопрос В связи с этим Станет ли это Для Акваблу Финальной стадией Для гонки Мы надеемся С Салимом Что нет У нас Пилотон Вытягивается В струну В струну Которая означает Что скорость Задралась За 55 Наверняка Километров В час Въедут Сейчас Гонщики В очередной В очередной Отрезок Городской Стихии Где будут Прикрыты От ветра Но Нужно помнить Что Все городские Отрезки Всегда наполнены Технически Сложными Участками Где Приходится Много вращать Рулем Много поворачивать И В связи с чем Ничего Не видно Ну а мы Прерываемся На маленькую Техническую Пазу И Показывает нам Просторы Тура Дубая Салим Такие старты С такой Температурой В велосипедном Календаре Сертифицированном Международной Федерацией Велоспорта UCI Где еще Присутствует Что мы с вами Можем назвать Из таких же Температурных Условиях Сформулирую вопрос Точнее Из таких Условий Температурных Когда В СНГ На территории СНГ Зима Где гонщикам Можно погоняться В жаре Ну в первую очередь Если говорить Именно о гонках С высокого уровня То приходят На ум По Астралии Потому что В Астралии Прошел недавно Тур даунандер Гонка мирового тура И там Один из этапов По-моему В Десенчибай Сокращали Тоже Из-за Очень сильной Жары Плюс В Аргентине Проходила Многодневка На прошлой неделе И там тоже Два этапа Были сокращены Из-за того Что там Жара достигала 44 градусов Ну в общем-то Ну в южном полушарии В основном Сейчас очень Жаркая погода И Ну в Европе Ну в Испании Сейчас Не знаю Где-то окра Наверное Градусов 10 В принципе Достаточно Все-таки Комфортные Условия Если Поехать туда Тренироваться Салим Прав ли я В своих прогнозах Про отрыв Про количество Секунд Которых сейчас Остается всего Как на ладони 25 И 21 Километр Меньше чем Разделочный Четвертак Прав ли я В том Что Пилотон Удерживает Эти малые Секунды Для того Чтобы Хоть в каком-то Комфорте Пребывать Чтобы Разобраться На Финальных Сотнях Метров Да Я думаю Что они Уже Как бы Специально Контролируют Этот отрыв Держат На таком Просвете Примерно Около 20-30 секунд Потому что Не хотят догонять Слишком рано Чтобы Предотвратить Новые атаки Чтобы не тратить Силы Чтобы догонять Новых гонщиков Поэтому Я думаю Что В принципе Ситуация Стандартная В гонке И В голове Пилотон Работает На те Команды Которые Должны Были Это Делать Возможно Не хватает Только Команды Лота НЛ Юмбо Потому что У них Тоже Очень сильный Спринтер Но Посмотрим Я думаю Что он Может Побороться Если Жара На него Не будет Как-то Оказывать Негативное Влияние Он должен Побороться Хотя бы За тройку Ну и Дает нам Полную Характеристику Как из Энциклопедии Салим Макеев Термину Или же Организму Велосипедного Спорта Под названием Кормить Кормить Это Значит Прибегнуть К определению Салима Держать В доступности Одной Атаки Одной Контератаки Одного Рывка Для ликвидации Отрыва Спасибо большое За общение Салим Желаем Перезимовать Спокойно Без болезней И Не забывать О телеканале Евроспорт Смотреть нас И появляться В наших эфирах Благодарим Спасибо Конечно Буду смотреть Всего хорошего До свидания А у нас С вами Остается 19 километров 800 метров И В том же режиме В режиме командной гонки Работает команда Короткие смены По 250-300 метров Это очень Очень экономичный режим И все понимают Что Если вдруг Удастся удержать Эти малые 23 секунды Преимущества Над пилотоном Наверняка В очень жестокой разборке На очень высоких пульсах За 190 Придется Доскребать До линии финиша Буквально На зубах Пал Жумера Нам показывает Картинку Финишного города Куда Приблизится Через 19 километров Пилотон Финиш Финиш Первого этапа И Первый этап У нас назван Как Нахиль Стейдж Относительно Мало Событийный Если только Не Не исключать Завал Произошедший Около 6-7 километров Назад В опасном режиме Ведет сейчас Пилотон Гонщик Положив руки На руль Но на то Они профессионалы Что могут В любой абсолютной Позиции Удержать Руль Майки Майки лидеров Расставлены По обе Стороны Обочины Это Дополнительная Реклама Реклама Тура Дубая Тура Проходящего На его Землях Для того Чтобы Пристрастить Телезрителей А Это Является Задачей Не только Организаторов Тура Дубая Ну и Целью Телеканала Евроспорт Собирать Зрителей Связывать Их Общей Страстью Делать Так Чтобы Зрители Эту Страсть Разделяли И Если Вдруг У кого Ее И нет То Смогли Ее Разжечь С помощью Наших Эфиров С такими Включениями Как Включение С Алима Макеевом Короткая Техническая Пауза И мы видим Огромные Башни Не башни Близнецы А Башни Дубая Мегаполис Собранный Из высоток Не до конца Понятный Зум Сейчас был Для чего Он был Показан Не было Понятно Что это Либо это Вода Между ними Что навряд ли Либо Парковка Молотно-зеленого Цвета Ну и 17 километров И всего 10 секунд 10 секунд Представляете Себе Представьте Это Это даже Меньше Чем Одна Затяжная Атака Одна Атака На В режиме Танцовщицы В режиме Танцовщицы Как называют Передвижение Велосипедиста На ногах И Не знаю Как вы Сейчас Перед экранами У меня Начинает Щекотать В самых Различных Местах Я подозреваю Что будет Очень веселая Динамичная Эмоциональная Разборка 9 секунд 16 километров И только сейчас Отрыв Понимает Что надо было Работать Когда было Была сначала Минута 17 Решили поиграться Решили Друг друга Пощекотать Пощекотать Друг другу Нервы Выяснить Кто выйдет На работу Выяснить Кто выйдет На смену Кто будет Всех тащить Ну а сейчас Все взялись Как один Все взялись За Кто-то За низ руля Кто-то За ручки Переключение Стараясь Удержать Уставшую Уже и без того Уставшую Практически За 160 Километров Гонки Спину Удержать Для того Чтобы Хоть как-то Улучшить Аэродинамику Хоть как-то Уменьшить Количество Ваттов Выдаваемых На этой скорости И возрастает Может быть верный Прогноз Возрастает Скорость У пелотона Чуть больше Секунд Они везут К пелотону У отрыва Возрастает Скорость Примечательно Что В мотокомиссары Привлечены Опытные люди Посмотрите Как близко Пелотон Визуально Близко Двигается К мотокомиссару К оператору Или фотографу Снимающему События Гонки Сзади Пелотона Мы видим Представителей Местных Команд Которые Как раз Оказались У нас В технически Трудном Участке На сужении Дороги Оказались В завале Есть предположение Не только у меня Но и у наших Селезрителей В том Что Кевендиш Марк Кевендиш Возьмет Первый этап Вырвет Его у всего Спринтерского Контингента Поскольку Привыкал Аж две Недели Привыкал К температуре И Климатизировался В Дубае Готовился К своей Гонке Ну а Если говорить О способностях Марка Кевендиша То поверьте Он не только К погоде Привыкает Он периодически Делает из себя Человека Горовозбирателя Горовосходителя Который На одном из этапов Если не ошибусь Сейчас Тринадцатый этап Джирзи Италии Заезжал В гору Используем мы Также Под В следующем году Монте-Катини Альта Заезжал Вместе С записными Огорниками Для того Чтобы Для того Чтобы финишировать Потом бороться За победу На этапе На равнинном Финише В то время Как Представители Горной Специализации Ехали уже Окончание Тринадцатого Этапа В группете Построившись В пары И сейчас У нас Очередная Ротонда Которую Отрыв Проходит Идеально Не ошибся Никто Ни один Гонщик Что Всегда Является Трудностью Для Пелотона Именно Поэтому Люди Часто Спрашивают Почему Комментатор Говорит Что Группа Едет Медленнее Со спуска Ведь Их же Больше Как Группа Может Ехать Медленнее Со спуска А все Связано Скорее Всего С техничностью Прохождения Какого Либо Участка Если На спуске Много Поворотов То Пелотону Просто Физически Не видно Что Находится Впереди За Поворотом А если Поворот Крутой То И Сам Поворот Не видно Когда К нему Подъезжает Пелотон Из 100 140 150 Человек Весь Обзор Закрыт Это Опасно И Все Лишь Из-за Инстинкта Самосохранения Начинают Снижать Скорость В то Время Как В отрыве Обзор Открыт Он Широкоформатен Как Современные Плазмы Что Позволяет Проходить Быстрее Без Страха И вот Очередной Пример Очередной Пример Съезда С моста Очень узкого Но плавного При этом Правого Поворота И Красным Флажком Отмечает Комиссар Наверняка Не воду Если бы Это была Вода Ее бы Не отмечали Наверняка Это какое-то Масло И в своей Практике Мне Уважаемые Телезрители Пришлось Покататься На масле Разными Частями Тела На гонках Где Не было Таких Предупреждений Где мы С гонщиками Наезжали На такие Скользкие Куски Ну и потом В целом Как на ледянке До тех пор Пока Твоя Кинетическая Энергия Не встретится Напрямую С сопротивлением Асфальта Даваемом Коже Или Велосипедному Памперсу Так 20 секунд 20 секунд Еще Несколько секунд Прибавил Отрыв И все Таким Мы оставляем Надежды На Финальное Завершение Этапа И Зрелищность Зрелищность Которую Нам покажут Топовые Спринтеры Профессионального Ворд Туровского Пилотона Именуемого На В наших Эфирах Как Пилотона Протуровского Именно Этот термин Мы добавляем К ним Ну Если Кто-то Не верит Что Сегодня В пилотоне Присутствуют Топовые Принтеры Большие Специалисты Спринта То Мы можем Оговориться И сказать Что Если Небольшие То Достаточно Внушительных Размеров Находятся Гонщики Ну А Мы Все равно Не Не боимся Засказанные Нами Слова Поскольку Кевиндиш Киттель Вивиани И может быть Итальянец Модола Который Тоже Участвует Обязательно Покажут Что-то Восхитительно Быстрое Опасное Главное Чтобы Финиш Первого Этапа Не омрачил Нас Никаким Падением Которые Бывают Зачастую На Равнинных Разборках Необычной Инфраструктурой Обладает Дубай Разноуровневая Там жизнь Как будто Мы попали С вами В какую-то Мультимедийную Игру Компьютерную Игру Где На разных Высотах Проживают Разные Слои Населения Разъезжают И летают Разные Виды Транспорта Все Расставлено По Функционалу Как В Тетрисе И В его Играх На логическую Расстановку Фигур Ну И Это Дополняет Определенного Контраста Движение Локтем В сторону Означает Что дана Смена И Рисует Нам Нереальное Количество Секунд Отрыву Ликвидирован Отрыв Было Показано Что 4-3 Секунды За Каких-то 6-7 метров До гонщиков Что нереально Ликвидировал Пелотон Этот отрыв Надоевший ему Ну и Здесь Как Часто Говорят Мои коллеги Шар Перевернуло Все гонщики За 10 Километров За Самую Эмоциональную Десятку Предфинишную Десятку Понесутся Со всех сторон 9-900 И нет У нас Никаких Лишних Дополняющих Лишню информацию Нам в эфир Секунд Гонщик Влетает В очередные Надувные Ворота Ворота Сделаны Эти Из Ткани Из которых Делают Детские батуты В аттракционах Ну и Если кто думает Что они мягкие То поверьте Пожалуйста Нет Особенно На скорости 60 Это Ну примерно Как Влепиться В мягкую мебель Не больно Но при этом Удар Как Как при ушибе Наблюдали мы сейчас Как пелотон Поочередно В эффекте Домино Перепрыгнул Лежачий Полицейский Оператор Сделал Операторы Сделали На этом моменте Акцент Сняв его Сначала С одного Ракурса Перед группой И с вертолетного Также Для того Чтобы вы понимали Что будет Если не заметить Неправильно Отыграть Весом тела Перед Лежачими Полицейскими Можно Вывихнуть Вывихнуть Запросто Запросто Вывихнуть Фаланги пальцев А также Кисти Все что Я вам Рассказываю В эфире Рассказываю Из личного опыта Однажды Торопясь Сильно Торопясь На тренировку Я не заметил Лежачий Полицейский На что-то Отвлекся То ли на Звезду То ли на Штанину Это было Зимой И врезался В лежачий Полицейский Вывихнув Большой Палец А пилотон Массовый Пилотон Ошибки В прохождении Подобных Преград Малюсеньких Преград Вы сами Понимаете Опасны Массовыми Завалами Несмотря на то Что группа Вытягивается Сидеть сзади И ловить Воздушный Мешок Тратить на 30-40-50 Ватт Меньше Чем Голова Пилотона Позволяет Сейчас Погода Позволяет Сейчас Городской Отрезок Отрезок Проходящий Через Связки Мосты Прикрывающие Гонщиков От ветра Все выглядит Как Отдых Все выглядит Как Темп Спокойный Но если Вы Приглядитесь К мельканию Икор К мельканию Велотуфлей Даже С вертолетного Ракурса На Первую Треть На голову Пилотона То вы поймете Что этот Каденс За 100-105 Оборотов В минуту А значит Велогонщики Держат Высокую мощность Наверняка За 400 Ватт 400 Ватт С плюсом Для того Чтобы Довести Подвести В своем Спринтерском Пароводе Подвести Гонщиков Спринтерские Поезда Выстраиваются Плавно Выстраиваются Для Финальной Борьбы Очень Интересно Как построятся Поезда Претендентов Киттеля Кевиндиша И Вивиани Какая Борьба Будет Организована Между ними Сделает Ли Кто-либо Акцент На другой Этап Из Спринтеров Тем Самым Подарив Сегодняшний Этап Другим Своим Конкурентам Или Вся Тройка Вылезет На финиш 6 Километров И 200 метров У нас Остается Малое Количество Малое Количество И Самые Эмоциональные Километры Дистанции Самые Зрелищные Километры Дистанции Сейчас Выброшусь Выброшусь Из темного Тоннеля Который Тоже Очень опасен Без освещения Дополнительно опасен Отсутствием Освещения Завалами Гонщики Выбираются На Освещенную Дубайским Солнцем Дорогу Для Завершения Этапа Этапа В 181 Километр Ну а На протяженности Этапов Если говорить То завтра Пойдет Рубта Этап Пройдет До Рас-Аль-Хамала В 188 Километров Третий Этап До Аль-Агаха Будет В 200 Километров Четвертый Горный Этап Будет В Фатадаме И его Протяжительность 172 Километра Ну и Финальный Этап В субботу В 120 24 Километра Сложенные Спереди Руки Говорят О Желании Пересесть На Рогатку На велосипед Для индивидуальных Гонок Держаться За лежак Вытянуть Свой корпус Вытянуть Свою спину Нарастить Дополнительные 4-8 Километров В час Для того Чтобы Ускориться И выбираются Потихоньку Выбираются У нас Поезда Поезд Адама Блайта Которую Он поведет Так же Как и Основные Претенденты На победу К финишу Среди Команд Разыгрывающих Финиш У нас Сегодня Акваблу Спорт Которые Больше всех Пострадали В отрыве Но У нас Небольшая Техническая Задержка И особое Психует Психует У нас Представитель Дубая Нет Это представитель Барейн Мерида Сбитая Картинка Была Но Но на то И существуют Повторы Чтобы Отсмотреть Кто точно Упал Кто пострадал А кто Атаковал Или Выиграл Фото Финиш Фото Финиш Нам Говорит О том Кто Выиграл Основной Финиш Кителю Помогает Сегодня Жулиан Аллафилип Выкатывающийся Скорее всего К четвертому Этапу Вот Юнгелс Давиде Мартинелли Фабио Саботини Максимилиан Шахман Матео Трентин И Жулиан Вермут Акваблу Спорт Представлен Мэтью Бромьером Адамом Блайтом Марком Кристианом Стефаном Денфилом Эндрю Фенном Ларс Петер Нордаугом И Дэниом Пирсоном А в команде Астана У нас Борются Жандос Бежигитов Лауренс Деврес Андрей Гривко Дмитрий Грузьев Трульс Энджин Корсат Арман Камышев Арман Камышев Рикардо Минали И Руслан Леубаев Который Выступал По-моему В 2011 Году За Континентальную команду России За команду Русь Тренировался Он там Под Руководством Известного Тренера Основателя Множества команд Велосипедных школ Основной Из его Работы Была команда Самарского коллектива Тренера Петрова Дайминшн Дата Помогает Марку Кэндишу В составе Из Никола Доугала Бернэнта Эйзела Райана Гиббонса Марка Рэншуа Джей Роберта Томпсона И Скотта Теуэса Элия Вивиани Заручится Поддержкой Перед Финишем До которого У нас Остается Один километр Сто метров Ласт километр Передает нам Французский Продюсер Отмечая Тем самым Последний Километр Гонки Саша Модола Тоже Претендует На сегодняшнюю Победу С Вивиани У них Много лет Шла В Италии Борьба Ну а Марку Хэмвендишу Помогает Ник Доггал Мы уже Сказали Что Он Будет Один днем Из Призеров Наверняка Будет Призером Ну и Команда Киттеля Сейчас у нас Находится На первой Позиции Делает все Чтобы Марсель Киттель Выиграл Сегодняшнюю Гонку К отметке В 300 метров Приближаются Гонщики Начинается Эпическая Разборка Эпическая Своими танцами На таких Тоненьких Колесах Непонятных Всем И Марсель Киттель Выигрывает Гонку Да Сбывается Наш Прогноз Сбывается Прогноз Эксперта Которому Мы звонили Это Салим Макеев Выигрывает Марсель Киттель Делает Все Что Макеев Потрясающий Блистательный Финиш Поздравляют Его Кат Конкуренты Являющиеся На самом деле В обычной жизни Его друзьями Так и Партнеры По команде Марк Кевендиш Пожал Основному Претенденту На финише Руку Ну и Буквально Бодибилдер Бодибилдер Выпрямляет Грудь Над Над Рулем Крича Выигрывает Он Первый Этап Тура Дубая Блистательная Победа Благо Что Финиш Был Безопасным Не было Никаких Инцидентов Никто Не нарушил Правил Прямолинейности Никто Не совершил Кроссинга Все Прошло Предельно Аккуратно Третьим Был у нас Сегодня Марк Кевендиш Не получилось У него Реализовать Свои планы Не помогла ему И дополнительная Климатизация Две недели Подготовки Которую он Провел Перед стартом Этапа И Груны Груны Сам Все Сделал Сегодня Заехав Вторым На этапе Средняя Скорость Прохождения Сегодняшнего Этапа 244 километра Третьяне Модел Дегенполь Расположились С 8 по 4 место Соответственно Ну а у нас Короткая рекламная пауза Не уходите Но у нас Отменяется рекламная пауза И мы предупреждаем вас о том Что с завтрашнего дня Телеканал Евроспорт 1 Покажет Продолжение Захватывающей гонки Которой готов Каждый герой Велосипедной команды Как прописано В промо ролике Тура Дубая Готов к борьбе Готов к сражениям Тур Дубая Будет Будет В 12.30 На телеканале Евроспорт 1 Не пропустите